Приветствую вас. Мне просто интересно, как на это отреагируют те, кто голосовал за партию Слуга Народа, ну и соответственно за Зеленского. Сейчас объясняю. Значит, в Слуге Народов заявили, что они планируют вести всеобщее декларирование и контроль за расходами всех граждан Украины. Ну, идея не нова. Еще Клименко Прянукович такое говорил, что сделает, но, хрен, не пошла. Помните, еще при Порошенко тоже несколько раз в городе Ценюк заявлял, но это ж не, это ж были те, а Зеленский. В самом случае, они введение всеобщее декларирование считают одной из главных своих реформ. Напомню, что это такое. Значит, смотрите. Развод. Все граждане Украины, имеется в виду, которые находятся на учете в налоговой, подают декларацию. Я не совсем представляю, как они, если в бумажном виде, это повеситься можно. В электронном, электронной подписью, не знаю, как это буду делать. Ну, хорошо, разобрались. Подают декларацию. В декларации вы указываете доходы и расходы. Что значит доходы? Зарплаты, пенсии, ну, пример, доход от предпринимательской деятельности, если вы предприниматель. Если вы имеете участок земли, обязательно, сколько вы на нем заработали. Да, 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 да. Ну, и, соответственно, если, к примеру, у вас, вы оказываете услуги, как частное лицо, тоже надо указать. Сказать, если не укажу, ну, понятно. Ну, вообще-то, по закону считаются все-все-все доходы. В том числе, проценты по депозитам обязательно. Грубо говоря, вы указываете все-все-все доходы. Абсолютно все. И расходы. Расходы, ну, на сегодняшний момент, тот проект, который они толкают, считается так. Любые покупки на сумму больше пяти тысяч гривен, вы обязательно должны приложить чек. Обязательно. То есть, больше пяти без чека нельзя. Понятное дело, что если вы рассчитываете с карточкой, очень удобно будет. Раз, ну, выписку с банка взяли, тут-то-то сложили. Если, а если не карточкой, ну, понятное дело, скажем, а если купил за наличную? За наличную не проконтролирую, спорить не буду. Но закон предполагает, что торговые сети обязаны на все покупки на сумму больше пяти тысяч гривен только через карточку. Обязаны. Если они, конечно, работают нелегально, а нет, другое дело. Хорошо. Доходы-расходы сравнили. Ну, если так получается, что ваши расходы не превысили ваши доходы, замечательно. Если превысили, ну, здесь какая ситуация. Есть такая, красиво, как называется, камеральная проверка. Работник налоговый вам автоматически насчитывает налог. То есть, на сумму превышения ваших доходов над расходами вам насчитывает налог в двойной ставке. То есть, другими словами, сейчас, ну, получается, исходя из наших, сейчас получится 36%. И вам эта бумажка приходит. То есть, вы должны заплатить дополнительный налог, потому что ваши расходы превышают доходы. Если вы не согласны, вы обращаетесь с налоговой и доказываете, что, ну, типа, что вы все-таки имели другие источники доходов и так далее, что и подобное. Доказали, платить не надо. Не доказали, заплатить надо. Ну, и для того, чтобы вас не был соблазн не подать, штраф 170 тысяч гривен. Ну, дурими словами, да. Эх, молодцы, молодцы. Не, сработает, сработает. Вообще, по большому счету, это европейская практика. Кто живет в Германии, знает, что это такое, знает. Ругается. Франция, ну, США тоже самое. То есть, грубо говоря, вы ведете свой, как бы, вам приходится больше пользоваться карточкой. Вам приходится постоянно думать, так, я хочу купить мебель, как я задекларирую. Я хочу купить автомобиль, как я задекларирую. Вот такая система. Так что, все-таки интересно, как на это среагируют те, кто говорил, мы хотим перемены. Перемены? Продолжение следует. Продолжение следует...